Нельзя клеймить свою страну. 10 откровений Гафта о Путине, Украине и Ходорковском. Несколько недель назад народному артисту РСФСР Валентину Гафту исполнилось 80 лет. В те же дни разразился скандал с приписанными ему критическими стихами в отношении российских властей, которых он на самом деле не писал. Позднее шквал негодования либеральной общественности вызвали слова Гафта о русском Крыме. Ру Постерс предлагает вспомнить другие высказывания Валентина Гафта о политике, которые, скорее всего, не найдут поддержки у поклонников Лии Ахиджаковой. О Севастополе. Много отдано русской крови за Севастополь в периоды всех войн. Почему сегодня об этом никто не говорит? Почему сегодня на Майдане Ходорковский свободно говорит о фашизме? Он осознает, о чем он так спокойно рассуждает. Ему достаточно встретить одного фашиста, чтобы он понял, что это такое. Справедливость существует, и она восторжествует. Я обязательно приеду в русский Севастополь. О критике России. Я свою страну люблю, я ее уважаю, понимаю и чувствую. У меня есть на это право. И позиция у меня такая же, какую занимает моя страна. Нельзя клеймить страну, в которой ты живешь, в которой работаешь. Это неприлично, неинтеллигентно. О войне на востоке Украины. Нельзя жить спокойно, зная, что твои солдаты день и ночь стреляют по невинным. Кого они обстреливают? Армию, которая якобы пришла из России? Это неправда. Я не потерял разум. Вижу, как вы управляете страной Украиной. Это черт знает что. Мерзость. Об оппозиции. Людей, которые выходят на митинги, демонстрации, очень много сегодня. Речь об акциях 2013 года. Они активны, они сильны, они упрямы, они борются, кого-то ликвидируют, силы тратят не на то, что надо. Я не хочу никого обидеть, но в нашей оппозиции есть просто проходимцы. Им легче всего пойти покричать, чем что-то настоящее сделать. Оп, радио Эхо Москвы. Муха бьется о стекло, рядышком окно открыто. Или муху припекло, или после менингита. Ловко делает она агрессивное движение. Ей свобода не нужна, мухе надобно движение. Муха лекарь, муха врач, яд – любимое лекарство. Этим ядом передач муха лечит государство. Муха борется со злом, все печется о народе, погибая за стеклом на жирнющем бутерброде. Родилась она давно, еще в том 20 веке. Но любимое «но» ищет в каждом человеке. О возможном Евромайдане в Москве. Я, путинец, со мной опасно об этом говорить. О включении в белый список российских артистов, составленных властями Украины. То, что мне Украина предлагает – приезжайте к нам в гости, свободный въезд. Но кому она нужна в таком виде? Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Это что-то новое. Они говорят – приезжайте, повыступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно сейчас говорить о свободном въезде. О роли США. Несмотря на то, что на белые штаты сказали черное, а черное назвали белым, многие государства выполняют, что им сказано. Понятно, что они зависимы. И Украина в том числе. А иначе откуда у нее деньги на эту войну? О миссии России. России богом отпущено быть чище и сильнее других. Давайте поверим. И будем что-то для этого делать. О Порошенко. Он таким родился, уродом. Для меня человек, начинающий войну со своим народом, перестает существовать. На этом все. Всего хорошего. Ссылку на источник я дам, как обычно, в описании под своим видео. До свидания.